Итак, что это такое? На графике с 1998 года приведены сравненные наиболее доступные активы, которые можете купить лично вы. Синие столбцы – это инфляция, зеленые столбцы – это доллар, желтые столбцы – это золото, красные столбцы – это ММВБ, российский рынок ценных бумаг, фиолетовый – это депозит и черная – это недвижимость в Москве. То есть, что здесь бросается в глаза? Две трети времени наиболее доходным объектом для инвестиций выступает фондовый рынок, что бы там ни говорили. Причем в период, когда фондовый рынок падает, и падает существенно, то есть вот мы видим, как в 1999-1998 годах падал рынок, в 2008 году рынок падал, на следующий год он отрастает практически всегда. Поэтому первое, что вы должны понимать, что наиболее доходным объектом для инвестиций для российского частного инвестора является рынок ценных бумаг. Средняя доходность, среднее значение за этот промежуток времени, кто обеспечил наибольшую и наименьшую доходность. Инфляция – синяя. Инструменты денежного рынка, депозиты – вы видите, что в долгосрочном периоде на горизонте 22 года инструменты денежного рынка проигрывают инфляции, то есть деньги у вас сгорают и сгорают достаточно существенно, если вы инвестируете в Россию. Доллар позволяет защитить деньги от инфляции, да, но не создает прибавочной стоимости. Золото – прекрасный вариант, но опять-таки создается ли в золоте прибавочная стоимость. Акции российских компаний обладают наибольшей доходностью, но и соответственно на предпоследнем месте у нас стоит по доходности недвижимость. Желаю в Москве!